МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самым потянутым и спортивным наш пламенный физкульт-привет! И вновь передача на здоровой волне. И я, ее ведущий, Яков Морозов, приглашаем вас на 10-минутную пробежку. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти повороты постоянные, направо, налево, укрепляет спину. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И прямо сейчас держим курс на горный воздух. Спортивно-туристический комплекс продолжает свою работу и в летний период. Его уже давно облюбовали любители маунтинбайка. Их маршруты местами проходят через лыжные трассы. Сегодня отчаянным велосипедистам готовы предложить 5 троп разного уровня сложности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одну из трасс ценители скорости по лесным тропкам окрестили твистом. Ее вблизи коварного склона спортивной три года назад начали готовить активисты из астроного клуба экстремального велоспорта. Причем в этом деле пилы топоров не использовали. Хотят сохранить природу в первозданном виде. В 2018 году нам как раз-таки помогали люди из лесного хозяйства, чтобы сделать все грамотно, убирали те препятствия, которые мешали. Но ни в коем случае, конечно же, нельзя кататься по этим маршрутам на мотоциклах. Пешеходам тоже сделать как бы нечего. И даже те люди, которые катаются по этим маршрутам, считаются очень хорошим тоном, так или иначе, принимать участие в уходе за сатрейлами. Трасса очень короткая, но достаточно динамичная. Твист задействует в августе на региональном кубке по маунтинбайку. Ее общая протяженность составляет 1300 метров. Впрочем, на горнолыжном курорте предостаточно мест, чтобы прокатиться с ветерком. Хорошие трассы. За последние два года хороший прогресс. Есть где прокатиться? Да, вполне. Главное при этом соблюдать технику безопасности? Ну, естественно, спорт опасный. На обычном велосипеде здесь не стоит появляться? Ну, если человек не подготовленный, то нет, конечно. Лучше иметь опыт и хоть какое-то оборудование полупрофессиональное. Это не просто тропы. На них устроены такие обустроенные малосооружения, такие как контуруклоны, какие-то прыжки, препятствия, чтобы спортсменам было интереснее, более экстремальнее проходить эти треки. И, более того, за этими тропами ухаживают всегда сотрудники комплекса «Горный воздух». Помогаем, оказываем полное содействие. Это, ну, начиная от покоса травы до возобновления, либо ремонта каких-то сооружений, да, малых. Бомбочку кинули. Так, райдеры открыли новый сезон покатушек. С вершины большевика до нижней площадки стартанули любители даунхилла – скоростного спуска. Увы, без одного падения не обошлось. Один из спортсменов оделался сильным ушибом. Другим ценителям велоспорта такого экстрима не надо, а потому предпочитают апхилл – подъем в гору. Так и вырвался, да? Как оно? Понятно. Почти три километра интенсивной нагрузки на ноги выдержал мастер спортера России по плаванию, победитель и призер сахалинского триатлона Евгений Валиев. За метр в пятьдесят до финиша проколол колесо на своем шоссейнике. Но темпа не сбавил и в итоге стал чемпионом. До всех поверженных дает главный совет. Тренироваться. Много тренироваться в горку тоже. Не просто ездить, кататься там по асфальту, да, заезжать. То есть хороший асфальт положили до горного воздуха. Вообще грех не ездить, не тренироваться. Можно хоть на МТБ, хоть на шоссейном велосипеде. А эти карапузы только начинают свою спортивную карьеру. Мальчишки и девчонки с полутора лет осваивают технику катания в основной беговелошколе «Байк Мисс Сахалин». Начинают с беговелов, затем переходят на двухколесный и трюковые велосипеды. Потому что он гонщик. Он гонщик, да? Он быстро ездит? Да. И на нем можно делать трюки? Да. А какие трюки ты знаешь? Чопер. Чопер. Пистолетик. Пистолетик. А еще? Больше не охотник. А ласточка? Я тоже ездил на шуточку. Буансен, да? Да. Главное, что ребята уже не боятся демонстрировать подобные трюки на соревнованиях. Радуют родителей успехами, общаются со сверстниками. Так рождаются здоровая конкуренция и крепкая дружба. Одни укращают стальных коней, а другие учатся в выездке на настоящих скакунах. Вот уже как в 16-й год при конно-спортивном клубе «Золотой мустанг» села Троицкое проходит занятия по ипотерапии. Они рассчитаны на ребят с инвалидностью. Общение с животными носит исцеляющий характер. В этом уверены мама и папа и особенных детей, а также тренер адаптивного отделения Татьяна Уланова. Богдан готов? Да. Еще год назад ДЦПшник Богдан Гусев не мог и представить, что его жизнь кардинально изменит дружелюбный вороной сталкер. Мальчик не мог и сделать шага. Теперь уже и спинку ровно держит. Еще крытый бы, если был бы манеж, вообще было бы здорово. Мы приезжаем с ключей, мы созваниваемся с Татьяной Викторовной, что дождик, не дождик, потому что не хочется пропускать. А подождем, как вы сами знаете, что не позанимаешься. Тренировки проходят дважды в неделю с 2005 года. Сегодня ипотерапией на регулярной основе занимаются 30 мальчишек и девчонок с различными заболеваниями. С ними занимаются трое специалистов из Троицкого клуба «Золотой мустанг». Они пошли учебу по данному направлению. Пять лошадей, на которых занимаются такие детки, но сталкер самый востребованный. Его больше всех любят дети, он спокойный. То есть лошадей подбирают специально для таких детей, которые терпят все их лишние делодвижения. То есть есть дети такие, которые кричат, там лошадей могут даже побить, укусить, ущипнуть. То есть он это все терпит спокойно. Мы каждое занятие проходим этот серпантин, потому что для Богдана это сложновато. Тут постоянно нужно направо, налево, вписаться вот в этот вот поворот. Трудиться приходится кропотливо до полного закрепления материала. С каждым ребенком согласно его диагнозу. Тренировка максимум длится полчаса. Большинство из ребят представляют центр реабилитации «Преодоление». Он мягкий, пушистый. Я люблю кататься на лошадях. И я еще занимался в конкурсе, участвовал. И если Богдан мальчишка спокойный, но к его товарищу с аутизмом Саше Самарину нужен, конечно же, особый подход. И здесь стараются найти педагогический способ, чтобы не отбить желание. Когда у него нет настроения, вот он кричит. Когда у него хорошее настроение, он делает все. Все упражнения. Вот он кричит и ничего не хочет делать. Ну, там поделать немножко и все. Мы стараемся, вот он сейчас возьмет на корду и будем бегать рысью. Ему это очень нравится, он как бы успокаивает. У него стала упрямляться походка, он более-менее ровно стал ходить. Вот это самое главное. Ну, ребенку нравится, да. И в общем, с удовольствием сейчас идет, отрабатываем здесь даже речь. И все они очень способные ученики. Ведь не первый год приносят Сахалину всевозможные медали в рамках специальной Олимпиады России. А еще в клубе «Золотой мустанг» занимаются конным спортом абсолютно здоровые. Глядя на них, ребята с ограниченными возможностями только окрыляются. Сахалинское долголетие уже не мыслит своей жизнью без движения, к которому присоединилась два года назад. У пенсионерки времени хватает и на дачные дела. Она привыкла к интенсивному режиму. Так-то я поддерживаю образ. Я йогой занимаюсь, давно ходила, а очень хотела играть в настольный теннис, потому что я в молодости играю. А когда узнала, что здесь можно играть, я пришла сюда. Вокруг себя всех сумела организовать ветеран островного спорта Владимир Забелин. В свои 70 знаменитый островной биатлонист, один из создателей спецназа на Сахалине, полон энергии и готов ею поделиться. Только в Южно-Сахалинский ЗОЖ поддерживают чуть больше 3000 пенсионеров. По области их и вовсе 8000. Всех старичков в волосном центре по единой карте Сахалинца бесплатно принимают спорткомплекс «Гидрострой», областная спортшкола по волейболу, спортшкола «Кристалл» и «Мао-спортивный город». И туда приходят заниматься люди и японским волейболом, прежде всего. На сегодняшний день это просто бум какой-то. В городе и в области это очень много народу, которые занимаются японским волейболом. Плюс там же у нас два класса дартса, там же у нас есть тир для стрельбы из электронного оружия. Пенсионерка Наталья Дедык и вовсе является серебряным волонтером. Помимо того, что следит за фигурой, приучает к этому и других товарищей. Если надо, объяснит, как правильно выполнять то или иное упражнение. Меня приглашали и на сноуборд, на соревнования. Да, ну я туда не попала. За малым знанием языка я никуда не прослушала. До этого проекта, а никак. Просто дом, четыре стены и ничего лучшего. А потом, когда пообщаюсь со всеми, которые сейчас находятся в нашей группе, мне стало более интересно. А сейчас у меня жизнь скипит. Активное долголетие стало отличным продолжением проекта «Старшее поколение». На острове комплексную программу реализуют при поддержке регионального правительства. Целевая группа от 55 лет и старше. Концепция рассматривает пенсионеров не как обременение, а как потенциал, поскольку только активные готовы учиться и развиваться. Одним словом, кто хочет быть потянутым и бодрым, никогда не ищет отговорок. А потому желаем вам всегда быть в тонусе. И да, до новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова